Привет, я пастор Деррик Уокер, и мы продолжаем серию передач под названием «Божьи храмы». Мы увидели, что идея о храме — это одно из самых важных откровений в Писании. Господь открыл идею о храме на заре человечества, потому что главной целью Всевышнего для людей было сделать их храмами живого Бога в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы Бог жил в людях и сиял своей славой через них. А вот что было целью Бога. Он готовил людей к этой вечной цели, давая храмы. Мы с вами видели разные земные храмы, которые являются образцами храма Небесного, Небесного Иерусалима. Мы рассмотрим его, но и Небесный храм — это лишь иллюстрация Божьего вечного храма, искупленного Иисусом Человеком. Небесный Отец дал храмы, чтобы на их примере показать нам подробности, указывающие на вечный храм. Когда Христос жил среди нас, Он был первым храмом Бога, потому что, хотя человек был создан стать Божьим храмом, итогом греха стала смерть. Поэтому он перестал быть храмом для Бога. Он был создан быть храмом Бога. Христос был без греха, и поэтому в нем жил и живет Святой Дух. Христос есть Божий храм. Благодаря смерти и воскресению Христа наш Дух родился снова. Поэтому Святой Дух вошел в нас, и поэтому Святой Дух живет в каждом из нас. Каждый из христиан — это храм Духа. Необходимо отметить то, что Божий замысел состоял не только в том, чтобы сделать каждого из нас своим храмом. Его план — соединить нас вместе в единый, замечательный и колоссальный храм Господа Бога. Тогда мы станем живыми камнями, которые гармонично подходят друг к другу, составляя собой храм. Каждый занимает место в нем. Конечная цель Господа — сделать веру, верующих Его единым храмом на веки веков. Мы соединены как храм. В 16 главе Евангелия от Матфея Иисус объявил свою цель — создать храм из искупленных после того, как Петр признал Христа Сыном Бога. Отвечая ему, Иисус сказал ему, «Блажен ты, другими словами, ты вошел в вечную жизнь через дверь». «Ты принял вечную жизнь». Он сказал, «Это открыл тебе Небесный Отец». Верой во Христа мы входим в вечную жизнь, как Петр. Он получил спасение и вечную жизнь. И теперь, как потом объясняет апостол, мы стали живыми камнями в его храме. Потому что в 14 стихе Иисус говорит, «Ты, Петр, Петрус, это камешек». По причине того, что теперь Петр блажен и стал живым камнем, Иисус говорит на сём камне, «Я создам церковь мою». И Иисус говорит о себе. «Он скала, Петра, массивный камень основания». Потому что он построит церковь на этом камне. Итак, здесь Христос заявляет о себе, как о краеугольном камне церкви, этого храма живого Бога. Петр — это только один живой камень. Поэтому Отец добавляет много других камней, соединяя их вместе в свой храм. В Новом Завете, в Первом Послании, Петр развивает эту идею, говоря в 4 стихе, «Я не один камень в церкви Иисуса Христа». Он пишет, приступая к Нему, то есть ко Христу, камню живому. Для Него Сын — это живой камень. Наш Избавитель и Искупитель воскрес из мёртвых и наполнен Божьей жизнью. Бог сказал, приди ко Христу, камню основания. Поверь во Христа. Этот живой камень Христос прожил жизнь безупречно. Это часть причины, по которой Отец установил его как камень. Люди отвергли Христа, но Бог избрал драгоценного Иисуса. Он подразумевает то, что Иисуса Христа отвергли, и Он умер. Потом Отец воскресил его из мёртвых, дав ему имя превыше других имён. Другими словами, через Свою смерть и воскресение Иисус установлен как краеугольный камень. Пётр говорит «И сами», как живые камни. Когда вы поверили во Христа, как Пётр, вы стали живым камнем. Вы родились заново, и в вас жизнь Бога. Вы скреплены с живым Христом. Он — это живое основание. Когда вы поверили в Него, в вас вошла Божья жизнь. Теперь Его Дух живёт в вас. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный в нашем Господе Иисусе». Слава Богу! Смотрите, Божий проект — это церковь. Пётр говорит о ней. Бог соединил нас, как живые камни, для постройки духовного дома. Я продолжу учение с вопроса о форме нового храма, ведь у духовных истин есть земные аналоги. Мы многому учимся, когда затрагиваем вопрос о форме храма. Представление об этом важно. Нам необходимо знать ряд стихов об этом. Поэтому необходимо отметить то, что Божьи земные храмы строились по небесному чертежу. Земной и небесной храмы Бога — это иллюстрации вечного храма Господа. В послании к евреям в 8 главе 5 стихе написано, «Которые служат образу и тени небесного». Земные храмы — это образ и тень небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиния. Скиния — это ранний храм или жилище Господа. Бог сказал Моисею, «Смотри, — сказано, — сделай все по образцу, показанному на горе». Итак, Бог показал ему образец небесного храма. Моисей внедрил эти идеи при постройке земной скинии. Земные храмы строятся по образцу небесного. Таким образом, узнавая в небесном храме черты вечного храма Всевышнего, мы учимся многому. Мы узнаем многое от небесного и земного храма. Небесное — это реальные храмы. Дело в том, что планета Земля — это образ Царства Божьего и отражение небесной действительности. В частности, в послании к евреям мы читаем о том, что скиния — это образец оригинального небесного храма Господа Бога. А читаем мы об этом в 8 главе 5 стихе. Земные храмы Бога — это образы небесного. И оба вида храмов — это иллюстрации вечного храма. Мы увидим форму очертания небесного храма. Увидим контуры первого земного. Это даст представление о вечном храме. Функция земных храмов в том, чтобы дать понимание о вечном. О людях, искупленных Христом. Необходимо отметить то, что храмы отличаются друг от друга. И в этой серии мы соединим эти особенности. Храмы отличаются друг от друга присущими им особенностями. И из этих особенностей нужно составить картину. Мы узнаем о духовном мире, анализируя земные аналоги духовного. Поэтому представление о всех духовных аналогиях главного храма церкви помогает понять Божью цель для нас как для храма. Посмотрим на небесный храм. Это небесный Новый Иерусалим. Мы узнаем об этом городе. Прочитаем из Откровения. Пойди, я покажу тебе, жену, невесту Агнца. Здесь говорится о Божьем народе вечности. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору». Итак, в раю есть гора. Запомните это. Показал великий город Святой Иерусалим. Обратите внимание на то, что Святой Иерусалим является жилищем Бога в вечности. Он имеет форму горы. Он не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Бога. Это храм. Свет его подобен драгоценному камню, как бы камню Яспису. Новый Иерусалим светит, как бриллиант, и имеет Божью славу. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Это более двух тысяч километров. Его длина, широта и высота равны. Меня удивляет высота города. Обратите внимание, высота города также составляет две тысячи километров. Это дивный трехмерный город, который по масштабам сравним с Луной. А теперь представьте себе самолет, который летит на высоте восьми километров, а высота этого города составляет более двух тысяч километров. У города колоссальные размеры. Кто-то верит, что он имеет форму куба, но вспомним стих, где сказано, что у него форма горы, у него есть пик. У него квадратное основание и форма пирамиды. Наивысшая точка — это святое место. Следуя этому пониманию, самое высокое место — самое святое. Святое святых города — это его наивысшая точка, тронный зал всемогущего Бога. Мы увидим это, поскольку из зала течет река жизни. Трон — это место наибольшей славы. Из зала вытекает река жизни, несущая воду всему небесному Иерусалиму. Река течет в четырех направлениях. Ту же картину мы видим в Эдеме. Дело в том, что небесный город имеет квадратное основание. Мы рассуждали о том, что река жизни течет вдоль улиц города. Главная улица выходит из ворот. Там 12 ворот и 4 главных направления. Реки Града текут к четырем сторонам света. Река разделяется на четыре реки и течет с четырех сторон. Так выглядит город. Самое высокое место в небесном Иерусалиме находится в центре, откуда стекает река Божия. Вот основная структура города. Самая высокая точка — это святое святых. Из него вытекает река жизни. Высота — это видимое материальное указание на святость и власть. Поэтому, как правило, такие святые места, как храмы, строятся на возвышенных участках, говоря таким образом о приближенности к Богу. Таким образом, престол Бога располагается у наивысшей точки святой горы Божией. Высота — это указание на святость и власть. Пик — это символ святого святых, центр Божьей власти и святости. А теперь давайте мы прочитаем из 22 главы. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнцем. Отец и Сын на престоле. Река течет из-под трона. Она течет на холм. Трон — это самое высокое место. Река течет из-под трона. Это трон благодатьем. Вокруг трона — радуга». Это четвертая глава. «И река текла из престола». Во втором стихе написано, «Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни». «В Новом Иерусалиме есть улица и настоящая река». Необходимо, дорогие мои, отметить также то, что в Новом Иерусалиме есть дерево жизни. Древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды и листья для исцеления. Мы увидим это в земном варианте в Эдемском саду. Там есть тронный зал, который находится на пике горы. С горы стекает река, которая разделяется на четыре реки. Также в Эдемском саду есть дерево жизни. Там есть замечательная река, которая питает деревья, растущие на склоне горы. И ничего уже не будет проклятого. «Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете». Небесный храм — это образец, с которым мы можем сверять себя. Каждый из нас — это храм. Аллилуйя. Самое высокое место в нас — это Дух. Это Святое Святых. Наш Дух можно сравнить с вершиной горы. Он посажен со Христом в небе. Это место, где Божья власть и слава пребывают в такой силе, как нигде более. Ваш Дух — это тронный зал, где Христос посажен на троне. Вы посажены со Христом в небесах. Ваш Дух — это трон Бога. Это ковчег Завета Бога. Там живет Святой Дух Бога. Бог живет в вашем Духе, и Он желает, чтобы река жизни текла. Из чрева потекут реки. Из вашего Духа, благодаря Богу, текут настоящая духовная жизнь, сила, духовная власть, мудрость и любовь. Небесные и земные храмы — это образцы для каждого конкретного христианина, как храма Бога, и для всех христиан вместе. Новый Иерусалим имеет форму горы, что подтверждается отрывком из 12 главы послания к евреям. Но вы приступили к горе Сиону. Вот она, гора Сион. Это Иерусалим, храмовая гора. Итак, данный земной образ небесного храма располагался на горе, а здесь, как вы видите, идет речь о небесной горе Сион. Заметьте, это гора. Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Это говорит о том, что данная гора также является частью небесного Иерусалима. Это город. Это город в форме горы. Это небесный храм. Но вы приступили к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу. Есть земная гора Сион. Это храмовая гора. Это земной образ небесного храма, где обитает Господь. И описано это здесь. Земной Иерусалим — это дочь небесного Иерусалима. Ликуй от радости дочь Сиона. Царь твой грядет к тебе праведный и спасающий. Кроткий. Дочь Иерусалима — это земной Иерусалим. В послании Галатам написано, «А Вышний Иерусалим свободен, Он — Матерь всем нам». Новый Иерусалим описан как гора, и это означает, что он имеет форму пирамиды, а не куба. Следовательно, это образ для вечного храма также. К тому же, это образ для земных храмов. Мы увидим то, как это пришло в земные храмы. Здесь просто необходимо отметить то, что мы видим это в зекуратах и пирамидах, построенных по данному образцу. Мы объясним, как это произошло. Город имеет форму пирамиды, и на ее пике — престол Господа Бога, вокруг которого сияет радуга. Кто-то из вас скажет, «Пирамида? Да это же движение Новый Век!» Однако, пусть это не останавливает вас, ведь вам необходимо знать, дьявол извращает Божьи идеи. У него не рождаются новые идеи. Они не появляются у дьявола. Он извращает Божьи. Например, дары Духа. Это не означает, что с дарами Духа что-то не так. Не бойся подлинника, если подделка похожа на него. Мы же не делаем такие выводы после сравнения настоящей банкноты в 20 фунтов с поддельной и не выбрасываем настоящую. Фальшивка своим видом напоминает подлинник. Чтобы отличить подделку от настоящего, необходимо хорошо знать подлинник. Например, радуга — это символ библейского Господа Бога. Одни парни позаимствовали этот символ и объясняют его по-своему, но мы ведь не отказываемся от радуги. Такая же ситуация с пирамидами. Дело в том, что изначальным Божьим образцом его храма была пирамида. Эта идея была использована лжеучителями. Однако это нисколько не означает, что нам нужно сконцентрироваться на искажении и отказаться от оригинального Божьего откровения. Ну а теперь давайте мы с вами посмотрим на обоснование этой точки зрения. В 28 главе Иезекииля описывается падение сатаны. Там написано «Ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Пророк Иезекииль в этой 28 главе указывает на то, что земной Эдем был образом небесного Эдема и был создан согласно Ему. Возможно, в следующий раз мы с вами рассмотрим факт о том, что Эдемский сад был задуман как первый земной храм Бога по образцу небесного Эдема. «Сатана попал в сад Божий, в Эдем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, и все, усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения. У сатаны был дар музыканта. Ты был помазанным херувимом». Мы часто читаем о херувимах в храме, несущих служение хранителей трона. Дело в том, что сатана был осеняющим, то есть самым главным среди херувимов. Херувим — это самый высший ангельский чин. Он был самым возвышенным ангелом, и ему удалось увлечь за собой треть ангелов. Здесь сказано, «Я поставил тебя, ты был на святой горе Божией». Итак, сатана или Люцифер был на самой высокой Божьей горе. Это еще одно подтверждение того, что Новый Иерусалим построен в форме горы. Итак, центром небесного храма является святая гора Сион, Новый Иерусалим. И он имеет форму горы. Сатана или Люцифер был на горе, пока в нем не нашлось беззаконие. Дьявол не был доволен своим высоким положением. Он хотел стать Богом и воссесть на престол. Он хотел быть в центре и хотел, чтобы ему поклонялись. Здесь пророк написал о том, что Люцифер подстрекал ангелов к бунту против Создателя. «От обширности торговли твоей, внутренняя твоя, исполнилась неправда, и ты согрешил. Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией. Я изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Зато я повергну тебя на землю, то есть на нашу планету. Он упал с неба, как молния. Итак, там была Божья гора». Мы видим это в 14 главе Исаия. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари». Мы говорим о небе. «О, как ты разбился о землю, попиравшей народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих или Божьих ангелов. Вознесу престол мой и сяду на горе в сонми богов на краю севера». Обратите внимание на слова. «Вознесу престол мой и сяду». Где он хотел это сделать? Он хотел поставить трон на горе. Другими словами, дьявол хотел занять высшее место на той горе. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И затем Бог отвечает ему, «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Бог бросит его в бездну при втором пришествии Христа. Это говорит нам о том, что трон Господа находится в самой высокой точке его горы. Ведь сатана попытался узурпировать власть, установить трон на самом высоком месте небес. Он хотел власти. Такова, друзья мои, картина событий, происшедших когда-то в небесном мире. Сейчас мы с вами сопоставим все важные подробности о храмах, но часть материала оставим на следующий выпуск передачи. И мы с вами увидим то, что Эдем был первым храмом на Земле. Он был создан по небесному образцу. Есть небесный Эдемский сад, и также существует земной Эдемский сад. Он создан по образцу небесного. Это означает, что Эдем был храмом, созданным по образцу небесного храма. Кстати, важно отличать Эдем от Эдемского сада. Вторая глава бытия. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека. Сад был в восточной части Эдема». Смотрите, Эдем находился в центре земли. В восточной его части был сад. Что было в западной? В той части была гора. Я называю эту гору Эдемской горой. А теперь давайте прочитаем 9 стих 2 главы книги Бытия. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Эти деревья, в том числе и древо жизни, находятся в саду. Эта интересная тема состоит из трех частей. В следующий раз мы проанализируем ее более подробно. Есть Эдемская гора. Река указывает на гору. Ниже располагается живописное плато под названием Эдемский сад. Его можно сравнить с душой. Именно в душе святого зреют его плоды. Там было древо жизни и познания добра и зла. В душе ты принимаешь решение. Кроме того, в дальнем краю Эдема была остальная часть, его внешний двор. Из 10 стиха 2 главы мы узнаем о том, что река выходила из Эдема. Потом она делилась на четыре части, которые стали реками. И это само по себе удивительно. Далее описывается, куда она текла. Река разделялась на четыре реки и потом текла по всей земле. Божия Эдема была высшей точкой земли. Река стекала вниз, и поэтому ее исток находился на вершине горы. Она текла в Эдемский сад, орошая его. Из сада она делилась на четыре потока и поила с обои всю землю. Первое время дождя не было, и поэтому из горы бил мощнейший источник, орошая всю землю. Этот благословенный источник бил из земли, стекая вниз в Эдемский сад и снабжал влагой всю землю. В сущности, это картина земного храма, созданного по образцу небесного, который является горой. Река, чьи потоки стекают с горы, течет в четырех направлениях. И на сегодня у нас все. Будьте благословенны. Благословенны.